Работают ли маски и перчатки? Как защититься от коронавируса и бороться с этой угрозой? Главным на то время являлся вот для СМР. То есть это острый респираторный дистрессингром, когда отказывается с учительной коронавирусом. В Казанской ратуши состоялось торжественное открытие модели Организации Объединенных Наций. Это уникальный опыт для каждого участка, который может стать одним из важных заводов на пути успешных районов. Куда пропадает вода из озер в Лаишевском районе? Ученые Казанского университета нашли причину. Каждое озеро — это глобальная система. И не важно, какое оно, маленькое или большое. Важно, что оно способствует жизни на Земле. Всем привет! В эфире Универ Ньюса в студии Мария Журавлева. Больше года идет борьба с COVID-19. Что об этом думает Вадим Говорун, один из самых известных специалистов в области лечения и профилактики коронавируса. Смотрите в сюжете. Вадим Говорун рассказал об отличиях COVID-19 от других коронавирусных инфекций, которых, по оценкам ученых, на сегодняшний день существует около семи. Затем он остановился на вопросах, связанных с лечением новой коронавирусной инфекции. Также Вадим Говорун сообщил, что с начала пандемии методы лечения COVID-19 сильно изменились. Первые 2000 летальных исходов от коронавирусной инфекции были детально описаны врачами. Это позволило выяснить, какие происходят изменения в микроскопическом строении тканей и органов, и что является причиной болезней и смерти. Главным на то время являлся ОРД-синдром. То есть это острый респираторный дистресс-синдром, когда отказывают от существования тканей и функций. Таргетированная иммуноподавляющая терапия, позволяющая воздействовать на молекулы, которые необходимы для появления и роста новообразований, помогла значительно уменьшить количество летальных исходов от респираторного дистресс-синдрома. В начале пандемии в 90% случаев причиной смерти являлся именно он. Также Вадим Говорун представил новое изобретение – анализатор из Аскрин-8, предназначенный для экспресс-диагностики COVID путем обнаружения генетической информации вируса. Точная диагностика и распознавание ковидной инфекции, возможно, вне, а он поменяет локализацию. То есть он, в основном, раздражался в респираторном тракте, будет организация где-то еще. Это, в общем, не бесспорная вещь. Это надо все видеть. И вот эта эволюция, и слежение за литературой, и какие-то шаги в каждой клинике дает, в конце концов, качество оказания помощи. Спикер отметил, что повторно болеет COVID-19 достаточно большое количество людей и призвал всех прививаться. По его словам, только активная вакцинация населения позволит резко снизить концентрацию вирусов популяции. В конце мероприятия Вадим Говорун ответил на вопросы участников «Круглого стола», связанные с лечением новой коронавирусной инфекции и ее последствиями. Энджеми Небаева, Виолетта Басова, Универньюз. 200 иностранных и российских студентов объединились, чтобы воссоздать работу Организации Объединенных Наций. Торжественное открытие состоялось в Казанской ратуши. Смотрим. Игра, в которой все по-настоящему. Студенты примеряют на себя роль делегатов, чтобы представить интересы выбранной страны. На имитации заседания Организации Объединенных Наций будет смоделирована работа Совета Безопасности, Международного Суда, Агентства по делам беженцев, Всемирной Организации Здравоохранения и других комитетов. В начале мероприятия было зачитано приветственное слово председателя Государственного Совета Республики Татарстан Фарида Мухаммедшина. В Республике Татарстан огромное внимание уделяется воспитанию молодых руководителей, лидеров и политиков. Молодое поколение учится искусству политической дискуссии, выстраиванию конструктивных и уважительных отношений с оппонентами на площадках молодежного парламента и молодежного правительства. Казанский университет стал организатором мероприятия в четвертый раз. Уникальность модели этого года заключается в объединении с комитетами ЮНЕСКО и отдельном внимании к Всемирной Организации Здравоохранения. В первый день эксперты прочтут делегатам лекции, которые помогут углубить познание в международных отношениях и применить их на практике во время заседаний комитетов. Казанский модель не случайно проводится площадкой Федерального Света. Мы становимся все более интегрированы в те процессы, которые сегодня курируют, интегрируют, пронизируют точнее ООН и ЮНЕСКО. Это уникальный опыт для каждого участника, который может стать одним из важных шагов на пути успешной дороги любого человека. Мероприятие пройдет с 31 марта по 3 апреля в очном формате. Итогом дискуссии на русском и английском языках станет написание общей резолюции. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз. Ученые Казанского университета установили причины обмеления озер в Лаишевском районе Республики Татарстан. Все подробности далее. Озера Лаишевского района являются ценнейшими водными объектами республики. Большинство из них карстовые и глубокие, некоторые достигают 20 метров глубины. А два из них – Архиерейская и Ковалинская – и вовсе крупнейшие озера Татарстана. К сожалению, стала заметна проблема усыхания многих озер Лаишевского района. И связано это, опять-таки, к сожалению, с активной застройкой территории водосбора этих озер. Много поселков расширяющихся, активно расширяющихся. И все, конечно, тяготеют к берегам озер, потому что это самые привлекательные места. Много дорог построено, а они тоже отрезают территорию водосбора. Студенты и сотрудники кафедры природы, обустройства и водопользования Казанского университета по космическим снимкам и картам провели инвентаризацию каждого озера. И выявили, что из 160 озер Лаишевского района несколько уже находятся в критическом положении. Есть, например, озеро Чистое, которое практически сейчас уже выпито. Потому что выпито – это в том плане, что недополучает оно воду подземных источников, поскольку вода разбирается с жителями из артезианских скважин. А это ведь единая система, получается. Подземные воды питают Карстовые озера. И чем больше, так сказать, здесь застройки, чем больше возможности взятия воды, тем, соответственно, меньше и меньше у нас вот этих интереснейших природных объектов. Уникальным природным объектом можно назвать и озеро Архиерейское, общей площадью 60 гектар и 20 метрами глубиной. Когда-то его вода через Никольские озера переходила в реку Мёша. От этого все осталось, от этой былой, так сказать, красоты остались только небольшие озера. Усыхают озера в Никольском, гусиное озеро практически исчезло. И южная часть озера Архиерейское сильно заболочена, сильно обмеляла и зарастает. На 60% практически озеро зарастает. И ладей канадской мы называем еще и водяная чума. Для спасения природных объектов ученые Казанского университета рекомендуют проведение таких мероприятий, как расчистка дна, остановка застройки береговых зон и строительство дорог, контроль подземного водозабора и другие. Каждый водный объект – это экосистема. Малая или большая, малая или большая озеро – это экосистема. Так же, как небольшой лесок, роща, лес и так далее – это все экосистемы. И вот совокупность экосистем, собственно говоря, составляет сферу жизни на планете, биосферу. То есть она состоит из ячейка экосистем. И потери каждой экосистемы – это сокращение биосферы, это сокращение биологического разнообразия, устойчивости территории. По словам Нафисы Менгазовой, каждый выдаем, даже самый малый, сохраняет свой генофонд флоры и фауны. И не важно, большая это система или маленькая. Важно, что она способствует жизни на Земле. Поэтому озера, как и другие природные объекты, необходимо тщательно оберегать. Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. О причинах глобального потепления и методах борьбы с ними узнаем в следующем сюжете. Согласно большинству мнений ученого сообщества, глобальное потепление обусловлено антропогенным воздействием, то есть характером человеческой деятельности. В атмосфере все больше и больше накапливается парниковых газов, углекислого газа, метана, даже озона. Поэтому возникает парниковый эффект. Когда радиация в космос для Молдовы уходит в меньшем количестве, чем раньше, большая часть задерживается здесь, в атмосфере, в близне земной поверхности. По словам Юрия Переведенцева, 120 лет тому назад температура поднялась на 1,2 градуса. А сейчас глобальная температура около 15 градусов по Цельсию. Если сравнить температуру прошлого столетия, то она поднялась на всей территории России примерно на 2 градуса. Но все же для России это не так страшно, потому что Россия — северная страна. И в том, что здесь тепла больше, ничего плохого нет. Нельзя поднимать температуру глобальную еще на 2 градуса. Будет больше неприятности для земного шара. Глобальное потепление опасно природными катаклизмами. Например, наблюдаются все чаще засухи и наводнения, потому что нарушается баланс между природными системами. Но избежать глобальное потепление можно. По словам Юрия Переведенцева, рекомендуется регулировать выбросы в атмосферу. Сейчас перед учеными поставлена цель к 2050 году добиться такого результата, чтобы количество выбросов вернулось обратно. Для этого нужно будет делать определенные технические сооружения, а также очень важна договоренность между странами, чтобы ставить какие-либо ограничения. Энджеми Небаева, Универтньюз. На этом все. В студии была Мария Журавлева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова